В Самаре в усиленном режиме проводят работы по вывозу снега. Основные силы работают ночью, чтобы днем не создавать помех для движения транспорта. Работы по вывозу снега проводят поэтапно. Подрядчикам помогают сотрудники ГИБДД и службы эвакуации, которые убирают автомобили, оставленные с нарушением правил дорожного движения. Подробности в программе события на телеканале Самары ГИС. Управление МЧС по Самарской области объявило желтый уровень погодной опасности. 31 января ожидается усиление ветра. Температура воздуха приблизится к положительным значениям. К концу рабочей недели вероятны снегопады, мокрый снег. При неблагоприятных погодных условиях самарцам рекомендуют не приближаться к фасадам зданий из-за опасности падения снега. Автомобили рекомендуют парковать вдали от деревьев, рекламных и других конструкций. В Большеглушицком районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональном главке полиции, иномарка под управлением 65-летнего водителя выехала на встречную полосу, где на скорости врезалась в отечественную легковушку. Последний управлял 43-летний мужчина. Оба водителя погибли на месте, четверых пассажиров госпитализировали в больницу. В 2023 году в санаториях Самарской области отдохнули 125 тысяч человек. Этот показатель вырос на 20,8% по сравнению с уровнем предыдущего года. Самарская область в топе регионов, которые россияне выбирают для санаторно-курортного отдыха. Она заняла четвертое место в Приволжском федеральном округе и пятнадцатое место по России. Минздрав России внес изменения в календарь вакцинации. С 1 сентября 2024 года при направлении на прививку против COVID-19 будут учитываться эпид-показания. Вакцинировать от COVID-19 будут только представители уязвимых категорий граждан. К ним относятся совершеннолетние люди, ранее не болевшие коронавирусом и не делавшие прививку против него и граждане от 60 лет. Вакцинация также положена людям, страдающим хроническими, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. Гастроэнтеролог рассказала, что на качество сна влияет вид напитка и время его приема. Для здорового отдыха последний стакан жидкости нужно выпивать за полтора-два часа до сна. Пользу принесут не все жидкости, выпитые перед сном. Противопоказаны напитки, содержащие кофеин и алкоголь. Благотворное влияние на организм перед сном окажут нежирные молочные напитки, травяные чаи, соки без сахара и вода.